Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Ямму, это наш лучший представитель джема по миф Финляндии. И сегодня мы с ним поговорим об очень важной теме, которая касается всех. О том, каким образом наши инвесторы относятся к джему и что они думают, и каким образом жизнь влияет на их изменение, их мышление. Окей, сейчас я спрашу Ямму, попрошу его рассказать одну историю. Он это расскажет, я буду переводить, таким образом мы построим нашу беседу. Ямму, но керру sitten, это наше ютто, Тайдон ютто, таста интернет-каупаста. Ensinnäkin mä haluan lähettää kaikille джема по миф ja Marketplace-сijoittajille Суоместа тервесиä. Во-первых, Ямму сказал, что хочет посылать вам всем привет всем инвесторам джема по миф, всем привет. Хочу рассказать историю одного из финских инвесторов, который инвестировал свое время джем. И он занимается, он предприниматель, занимается продажей автошин, автопокрышек для различных машин. Тайто Лехмусто и его компания, название, который произнес Ямму, он продает эти покрышки в стране Финляндии в основном. И он для того, чтобы создать этот магазин, заказал эту работу у индийской большой компании, которая специализируется на производстве таких программ и на создании таких магазинов. И это заняло свое время порядка девяти месяцев, что исключительно короткое время. И почему это так быстро произошло в течение девяти месяцев? Потому что за основу была взята программа магазины из Голландии. И на ее основе была построена вот этот магазин для Тайто с учетом всех условий Финляндии. И Тайто рассказал ему, что во время построения вот этой создания этой программы пришло очень много каких-то маленьких проблем, которые потребовали очень больших трудозатров. И сейчас Тайто доволен, потому что несмотря на это долгое время производства этого дела, на сегодня его интернет-магазин начал работать и буквально с первых дней у него начались покупки. И сейчас он доволен своим вот этим магазином. И сейчас он запустил как бы первую версию своего магазина и разработку дальнейшую будут продолжать еще в этом году. И теперь на основании своего собственного опыта по созданию этого магазина, Тайто понял, что это довольно очень сложная проблема создания такой большой торговой платформы, как MarketSpace, которая готовится или создается для того, чтобы работать во всем мире. Тайто стал инвестором Gen4Me около полутора лет назад. И первое время он долго думал, задумывался, почему так все медленно происходит создание нашей платформы. И сейчас, когда после участия своего магазина, интернет-магазина, он прекрасно понимает, что мы занимаемся правильным делом, мы создаем хорошую платформу. И он сейчас понимает, что это делается непросто и на это нужно время. И теперь, осознав это, Тайто принял решение увеличить свой портфеляции. И на сегодняшний день он имеет какая-то 10. Тайто lähеттää kaikille meidän sijoittajille тервесенсä. И сейчас Тайто очень доволен тем, что он принял участие в Gen4Me. И он говорит, передает всем инвесторам, что только пройдя через свое личное создание магазина, он полностью осознал, насколько это сложный проект, насколько он требует времени много. И он успокаивает всех инвесторов, говорит, не волнуйтесь, мы делаем правильное дело. Наши разработчики все делают правильно, но время здесь такой фактор непредсказуемый, потому что приходится преодолевать различные препятствия. И мы все, финские инвесторы, довольны тем, что они находятся в компании Gen4Me. Они знают, что проект развивается в правильном направлении и передают всем, желают всем удачи и присылают привет. Хорошего всем лета. Окей, Тайто с Ямму. Спасибо, Ямму. Значит, друзья, я еще раз скажу, подчеркну, что идея была в том, что вы увидели и услышали, что человек, который поначалу как-то скептически относился к развитию нашего проекта, после того, как сам столкнулся с этими проблемами, он прекрасно понял, что эти проекты, их невозможно создать в определенное время и за определенную сумму. Это проекты, которые требуют много вложений финансовых и много времени для того, чтобы их создать. Тем более такой громадный, грандиозный проект, как Market Space. Поэтому вот обращаясь ко всем инвесторам, я как бы еще раз обращаю ваше внимание, что мы находимся в замечательном проекте, который развивается так, как надо. Никаких здесь как бы сомнений нет в том, что он станет успешным в скором времени и будет известен во всем мире. Спасибо вам за внимание.